Девушки отдыхают В начале 80-х прошлого века между боссами сицилистской мафии разгорается война. Один из мафиози пытается скрыться в Бразилии, в то время как на его родине начинается бойня. Герой вынужден издалека наблюдать за тем, как его родных убивают в Палермо. Он понимает, что может стать следующим. Бразильская полиция арестовывает его и экстрадирует в Италию. Мафиози принимает решение, которое кардинально изменит ситуацию для мафии. Он встречается с судьей Джованни Фалькане и нарушает священную клятву, которую дал Коза Ностри. Еще один фильм, который обещает уже другое настроение, как минимум приподнятое, называется он «Давай разведемся». Эта лента получила на последнем кинотавре приз зрительских симпатий. Успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном, на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке-фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые возможности. 30 ноября в 17.30 модельная библиотека имени Толстого приглашает старшеклассников, учащихся сузов, вузов и молодых людей и девушек на интеллектуальную тусовку. Интеллектуальная тусовка – это легкая, интересная игра, вопросы и ответы. Разбившись на несколько команд, игроки посоревнуются в своих знаниях. Это мероприятие для тех, кто любит рассуждать, обсуждать, спорить, сомневаться и готов это делать даже вечером выходного дня. Вы сможете не только весело провести время в хорошей компании, но и поработать извилиными. С 29 ноября по 1 декабря в Перми проходит всероссийский конкурс лаборатории современного танца. В программе мероприятия выступления творческих коллективов из разных регионов России, мастер-классы и практикумы для участников от ведущих хореографов страны. Больше 40 творческих коллективов поборются за главный приз конкурса, а зрители смогут оценить творчество самых лучших танцевальных коллективов в Перми и гостей нашего края. На этой неделе в Перми проходит краевой фестиваль молодых кинематографистов «Радуга-прикамья-2019». В этом году в его программу вошли 45 фильмов различных жанров от молодых режиссеров из Перми, Соликамска, Кунгура, Лысьве, Осы и Чусового. 30 ноября в киноцентре премьеры состоятся конкурсные показы фильмов. 1 декабря участников фестиваля ждет серия мастер-классов, посвященных работе со звуком, операторскому мастерству, анимации и режиссуре. 2 декабря В год 80-летия Пермской организации Союза художников России в Доме художников открылась выставка о роли творческого союза в истории прикамской культуры. Организация возникла в 1939 году, тогда в нее входило всего 16 авторов, сейчас их полторы сотни. Среди них народные и заслуженные, мастера старшего и среднего поколения многомолодых и талантливых художников. Экспозиция включает богатую палитру приемов и способов выражения, свойственных разным видам искусства. Выставка – редкая возможность охватить весь творчески-профессионально-художественный диапазон края. Не упускайте возможности провести свое свободное время увлекательно, иначе будни вам этого не простят.